Доброе яблочное утро! Всем привет из 4 мая! У меня сегодня на завтрак десерты красоты. Вот такая яблочная маска, которая называется Молодильная яблочко. Это фитокосметик серия десерты красоты. Мне очень нравится эта маска. Я дома делаю ее регулярно. Мне нравится эффект. Мне нравится какой отдохнувший и свежий вид имеет моя кожа после применения этой маски. И вот сюда на майские каникулы я взяла ее с собой, чтобы хотя бы за эти 5 дней пару раз ее сделать. И сейчас как раз у меня масочка на лице. То еще хотел сказать, что в состав этой маски входит масло оливы, соколое и зеленое яблочко. Недавно в видео косметики для дачи я вам показывала ее и рассказывала, что мне не очень нравится, что вот эти текстуры плохо смешиваются между собой. То есть эта вот масочка имеет две совершенно разные текстуры. Когда она была новая, это было, конечно, очень красиво в такой креманке в виде вот такого действительно десерта. В общем, здесь гелевая текстура и такая плотная, маслянистая. Девчонки, перед майскими я дома генералила, потому что как раз была пасхальная неделя, мыла окна, убиралась и в том числе разбирала свою косметику. И вот эта кисть от Real Techniques я поняла, что я ее купила в подружке, по акции. Как мне девчонки пишут, «Ой, Танюш, мы там обезьяничаем за тобой». Я тоже обезьяничаю. И мне кажется, это нормально. Когда, например, я стою в очереди и мне какой-то человек симпатичен или просто в магазине какой-то человек мне привлек внимание, мне, честно вам скажу, интересно, что этот человек смотрит, почему тот или иной продукт привлек его внимание. И потом я незаметненько подойду и посмотрю. Ну вот, вот я вам говорю, как есть. Чего там уж скрывать? Конечно, я рассмотрела видео разных девочек о косметике, о макияжах. И так мне захотелось тоже тональное средство носить кистью. Ну, а девчонки, вот сколько она у меня? Больше года? Ну, может быть, раза два я нанесла тональный крем кистью. Поняла, что эта кисточка только занимает место пылиться и даже, честно говоря, хотела ее выбросить. А потом, ну, Таня, стоп, какой выбросить? Такая инвестиция была денежная. Попробуй-ка, возьми ее в деревню и нанесешь маску. Девочки, идеальное, просто идеальное нанесение. И вот эта кисть, она захватывает ровно столько и смешивает текстуры вот эти. Вот я вам сейчас нанесу на руку и покажу. То есть здесь даже ничего не надо выдумывать. Вот ровно такая красота у меня сейчас на лице. Комфортнейшее состояние. И видите, как она хорошо захватывает и кремовую текстуру, и гелевую. Поэтому эта кисть у меня будет использоваться для нанесения масок. Очень классно распределяет маски. Мне сейчас очень-очень комфортно и хорошо вот с этой масочкой на лице. Мне она сразу понравилась, подошла. Поэтому, видите, как пользуюсь ей с удовольствием. Перемещаемся. Я вчера попробовала все продукты косметические, которые купила в магазине Белорусской косметики. Давайте начнем с салфеток. Расскажу вам свои впечатления. Очень классные. Очень классные. Итак, это у нас влажные салфетки. Детские с экстрактом алое. 63 штуки в упаковке. С удобным таким вот клапаном. Мягкие, нежные. И они подходят для чувствительной кожи. Нежная забота с первых дней. Очень понравилась сама ткань. Размер этих салфеточек больший. А давайте я одну открою. Посмотрите, какая большая салфетка. Очень хорошая текстура. Хорошая пропитка. И очень приятная нежная отдушка. Моя покупка довольна. Стоили они чуть больше 40. То ли 43-42. Я вам вчера видео показывала. Прекрасные салфетки. Я буду такие покупать. Они должны у меня быть и дома, и в машине, и в дачной сумке, в дороге. Потому что... Ну что, вам рассказать еще раз про пробку в 7 часов? Путь сюда у нас занял в этот раз вместо полутора-семь часов. На майские праздники. Так что всегда должны быть. И эти салфетки очень понравились. Дальше паста. Я также положила вот эту пасту, которая называется шалфейс в ванной комнате. Понравилась мне паста. Это производитель Модум. Здесь 150 мл объем. Она такая большая, увесистая. В состав пасты входит экстракт шалфея и облепихи. Но больше... И также мятное масло. Все же больше здесь мятный вкус. Не травяной, не травянистый. А именно мятный. Сладкая, вкусная мята. Пенится. Средний не очень хорошо пенится. Но в принципе все ощущения от использования этой пасты мне понравились. И продавец-консультант, когда я выбирала, какую же пасту взять, об этой рассказала, что у нее были проблемы с деснами. И вот эта паста действительно помогла убрать вот эти воспалительные явления. Потому что шалфей, который входит в состав, он оказывает именно антисептическое, антимикробное и противовоспалительное действие. Ну а облепиха – это богатейший кладезь витаминов С, В, витаина. Она также обладает ранозаживляющими свойствами. Это вообще очень уникальная ягода. Почитайте про нее, про ее полезные свойства. И ее, конечно, нужно включать в свой рацион. Я, знаете, что делаю с облепихой? Мы ее насобирали прошлым летом с дочкой. Заморозили. Я делаю вот такой чай облепиховый. Имбирь, облепиха, лимончик. Очень хорошо. Так, дочка моя попросила купить ей сегодня косметичку. Потому что она очень любит заглядывать в мою косметичку, перебирать там все. Говорит, мам, ну купи мне мою. У меня уже тоже есть косметика. Вчера, как подарок за покупку в магазине Беларуськосметики, я выбрала вот такой детский крем от Флоралис называется. Это серия Бэби Кеа. А сам кремик называется Супер Фрут. Вот очень понравился кремик. Хорошо так кожу смягчил. Такая тоже приятная душка. Дочка с удовольствием вчера мазала щечки, ручки. И когда мы поедем в Тверь, я куплю ей такую большую упаковку, потому что крем хороший. А также я вчера купила в аптеке детский крем Алиса, потому что у нас здесь жесткая вода, повторюсь. У нас вчера чуть-чуть такой был сильный ветер. И у нее немножко так обветрились ручки. И смотрю, кожа ног сухая. В общем, я и купила вот этот крем от Фабрики Свобода. Мне нравится. Я периодически беру такой крем и такое детское кусковое мыло. Хорошие, хорошие классические косметические продукты. Слово сказать, у меня у дочки здесь есть косметичка от Пепа Пик, которые я покупала ей на iHerb. И тут у нее в основном разные зубные пасты. Вот с малинкой, с клубничкой, с тути-фрути. В общем, тоже она у меня такая. Ну, мне кажется, это хорошо, когда девочка опрятая и ухоженная. Скажите же. В общем, ей тоже вот это все нравится. У нее тут своя косметичка. Сегодня, наверное, заглянем в экспрессе, я и возьму детскую косметичку. Так. Бальзам регенерирующий. Я тоже вчера попробовала. Он у нас для ухода за сухой кожей рук, ногтями и кутикулой. Очень понравился. Он комфортный, он хорошо впитывается. И вот кто любит цитрусовые одушки, вам этот кремик понравится. Потому что здесь в состав входят эфирные масла апельсина, мадарина, бергамонта и гиацинта. Но больше всего здесь чувствуется аромат апельсина. Так что крем хороший. Слушайте, 40 рублей за такой вот тюбик. И очень приятный кремик, я считаю, прям прекрасно. И такая красивая, красивая упаковочка. И девочки очень сильно меня впечатлили в хорошем смысле. Очень понравились два вот таких средства. Это у нас Белита. И средство называется, серия называется Секрет Сияния. Вот этот кремик ночной, он с масломорожки, витамином С. Он больше направлен на увлажнение. У него более легкая текстура. Он хорошо, так очень легко распределяется. Очень понравилась. Приятная отдушка сладкой морожки, ягодная. Очень приятная. А вот этот крем питания, соцвосстановления, он больше направлен на питание и на восстановление. Он очень плотный, достаточно тягучий. А я сейчас на руку нанесу и вам покажу текстуры. Вот так я нанесла на ручку. Вот этот крем, это как раз вот этот вот оранжевенький, который называется СОС. Сейчас я так сделаю. А этот, видите, он более легкий. Вот этот вот ночной. Он более увлажняющий. А вот этот вот, даже видно, да, что текстура отличается. Он более плотный. Такой прям плотный, тягучий. Так, это мне Катюня, видать, вчера поцарапала. Вот. Так что оба крема мне понравились. Я с удовольствием буду ими пользоваться. Особенно вот здесь, в деревне. Потому что, повторюсь, кожа сохнет, даже периодически шелушится. А сегодня стала такая свеженькая, кожа мягкая. Прям я очень-очень довольна. Так, девчоночки мои хорошие. Ну что, вперед в новый день. Что будет интересненького, поснимаю, расскажу. Тут все в трудах. Собирают нектар. Такие у нас тут мощные шмели. Жирненькие. Цветов много. Их вон, видите, он еще один. Где он? Сейчас мы к нему подкрадемся. Вон он. Ох, какой. Ох, какой крепкий. Брутальный. Откачанный, да? Вкратце о том, как проходит вторая половина дня. Вот так, термос, яблочко, масочки. И мой любимый венчик. Дубовый. Всю журночек взяла по 4-9. После мальчика. На лице еще есть масочка. После бани сделала такой вот принк.